Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях директор Дворца молодежи Николай Викторович Плетнев. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Викторович. Сегодня мы вас пригласили для того, чтобы поговорить, наверное, об одном из самых ярких танцевальных событий – о конкурсе «Черный котенок». Насколько я знаю, он совсем скоро должен стартовать в нашем городе. Если можно, чуть подробнее расскажите, в который раз он проводится у нас и каким он будет в этом году. Ну, так получается, что уже на протяжении двух недель мы отсмотрели наши районы – советский, московский, октябрьский и железнодорожный. Это так были называемые полуфиналы. И вот в этот суббат, воскресенье, 14, 15, 16 состоится открытый финал, где участвуют лучшие коллективы города, которые победили в своих полуфиналах, и представители области. Это именно Скопин, Кораблино и другие. Кто отобрался сапожок, кто отобрался уже на своих местах. Фестиваль проходит уже 22-й год. Он чуть помладше взрослого своего брата, черного кота. Коту 27, а котенку 22. И уже сложились какие-то свои определенные традиции, свои определенные номинации. Это шесть номинаций, по которым участвуют дети. Это номинация ансамбля «Вый орган-роу», фристайл, то бишь свободная композиция «Слоу», медленная композиция, клубные танцы, что дети танцуют обычно на дискотеках. Ввели также мы в этом году, не в этом году, а два года назад, новую номинацию на патриотическую тему, которую, думали, сначала не пойдет, но к нашему удовольствию о родине, о каких-то определенных моментах, сейчас об Олимпиаде, где дети посредством их хореографии очень много могут высказать и показать это в конкурсе. Надеемся, что действительно дети готовились, потому что это три возрастных группы младшие, от 4 до 9, старшие от 10 до 12, от 13 и уже среднее время, и старшие от 14 и выше. Где-то порядком 30 коллективов, где-то порядком 120 номеров. Это действительно будет детский танцевальный марафон, 22 по счету. Скажите, черный котенок – это все-таки отдельный конкурс или, можно сказать, это часть черного кота? Да, вот право. Когда он и создавался, мы решили, что это одна из ступеней подготовки наших коллективов и наших детей для участия во взрослых коллективах, как один из этапов конкурса. Потому что победитель уже межрегионального, который будет проходить 22-23 февраля во Дворце молодежи, уже будут являться участниками специальной номинации, которая сделана во взрослом фестивале. Это номинация «Черный котенок». И там где-то 5-6 коллективов будут участвовать в номинации «Взрослые». И уже взрослые, не профессиональные жюри, а именно зрители, будут отбирать лучший детский коллектив в Рязани или Рязанской области. «Черный котенок» – это все-таки конкурс достаточно значительный, достаточно высокого уровня. Каким должен быть детский коллектив? Какие требования к нему предъявляют организаторы для того, чтобы у него была возможность попасть именно на этот конкурс? Во-первых, это хороший детский профессионализм. Когда коллектив существует уже более 5 лет минимум, он уже имеет право участвовать в этом фестивале. И коллективы сами чувствуют. Когда есть свое лицо, когда есть своя техника, когда есть свои какие-то определенные номера. Когда есть понимание того, что уже дети готовы участвовать в фестивале, который оценивается в профессиональном жюри, не рязанским, а московским. И если они даже отсматриваются хорошо на нашем рязанском фестивале, то Москва им делает протяжение на другие фестивали, которые проходят не только в России, но и за рубежом. И коллектив должен быть самобытным. Как я уже сказал, иметь свое лицо. Неважно, танцует ли он народный, танцует эстраду. Если есть изюминка, если есть талант, если есть искорка в глазах у детей, то они могут победить. — Вы на протяжении всех этих лет видели танцевальные коллективы, видели детей, которые радуют нас своим искусством. Скажите, со временем как-то меняются дети, меняются их танцы? Вот как было тогда, когда все только начиналось? И как сейчас? — Меняются. Если, я помню, когда мы начинали, то в основном это был хип-хоп. Вот уходили тут в брейк, чисто было. Это было модно. Сейчас это как-то уже как-то нивелируется и остается. Процентов на 30 по каждому направлению дети уже разбежались. Кто любит фолк стилизованный, потому что не народный, потому что это стилизованный фолк. Кто любит клубные танцы, кто любит свободные, легкие композиции. И по сравнению с прошлыми годами, конечно, коллективы стали, дети стали выше. Потому что в Рязани появилось много хороших танцевальных школ, танцевальных клубов, где дети начинают четырех лет заниматься. И замечательно то, что эти клубы, эти танцевальные залы организуются теми руководителями, когда мы сами пришли эту школу фестивальную, как и младшего, так и черного и взрослого кота. И она от этого, от того, что в Рязани действительно считается одним из танцующих городов России, наверное, то есть. Ну, дай-то Бог, у нас, наверное, если взять статистику, но каждый второй ребенок танцует. Попасть на фестиваль «Черный кот» в качестве зрителя, ну, последний год достаточно сложно, потому что билеты быстро разбираются. А «Черный котенок» пользуется такой же популярностью среди зрителей? Ну, здесь немножко другая ситуация, потому что родитель практически видит своего ребенка, участвующего в полуфинале. Если он прошел финал, если проходит одна межрегиональная, значит, это три раза только. И, конечно, честно говоря, у нас открытые межрегиональные фестивали проходят у зрителей Рязани поменьше. Ну, нам это большой плюс, потому что много иногородних коллективов и участников, порядка где-то 300-400-600 человек будет в этом году. И они могут... Мы оставляем ползала для них. И чем еще отличается поэтому Рязани, что иногородние коллективы могут посмотреть сами себя и посмотреть других, находясь в зрительном зале. Хотя у нас идет и трансляция, как и в фойе, так и на репетиционных коридорах. Ну, все равно. А что касается взрослого фестиваля, у нас с Ильем Корресановым такая позиция, мы всегда просим, надо смотреть первые конкурсные дни. Потому что самое лучшее, это в первых конкурсных днях. Потому что отбирается в зрительском жюри определенные номера. Если, например, в клубном танце выставляется в 17 композиции, то на финал, на галоконцерт выбирается только 6. И самое интересное то, что мы не скрываем об этом. На галоконцерты, в основном, весь зал уходит у нас, ну, не благотворительно, а тем людям, тем организациям, кто помогает фестивалю, как и морально, так и финансово. И если куда-то кажешь, тема затронутся. Мы всегда говорим, вот сам фестивальный дух – это конкурсные дни. А уж показуха, где можно платинового показать, варианты – это уже на галоконцерте. Давайте с вами еще раз скажем, когда он будет проходить, чтобы наши зрители тоже смогли прикоснуться к волшебному миру танца. Уважаемые рязанцы, открытый фестиваль современного танца «Черный котенок» будет проходить 15-16 февраля, начало в 12 часов, во Дворце молодежи. А межрегиональный турнир, он будет проходить 22-23-го время, там будет совсем немножко другое, но тоже на базе Дворца молодежи. Но начните с наших и поддержите наших, потому что выцепление ваших же детей довисит от вашей поддержки. Спасибо вам большое, Николай Викторович, что сегодня к нам пришли. Мы желаем вам успехов, удачи. А мы вас с удовольствием приглашаем в гости и станьте нашими главными партнерами. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова